Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с творчеством художников и их автобиографией. Дайо де Ригойс Ивальдес. Испанский художник. Был известен своим вкладом в обновление современной испанской живописи. Ученик Карлоса де Хайса в Реальной Академии Изящных Искусств Сан-Фернандо. В 1878 году. Позже учился в Королевской Академии Изящных Искусств Брюсселя. В 1880-х годах много путешествовал в сопровождении своего друга художника Адольфа Геарда. Был членом арт-группы Эл Эссор и одним из основателей бельгийской авангардной группы Лес-20. В это время на него оказали влияние художники-импрессионисты и нео-импрессионисты. Хотя его работы не были очень популярны при его жизни, после его смерти ему была посвящена выставка дань уважения в Национальной Библиотеке Испании в Мадриде. Коллекции его работ хранятся в Музее Изобразительных Искусств Бильбао, Национальном Музее Искусств Каталонии в Барселоне, Музее Абелье в Восточном Валле и Музее Кармен Тиссин в Малаге. Умер в 1613 году и был похоронен в Барселоне. Я цитирую Википедию. Родился в семье Дарио Рейгуса Маринильо 1 ноября 1857 года. Его отец был архитектор и помощник по общественным работам. В юности переехал в Мадрид, где в 1878 поступил в настоящую Академию Изящных Искусств Сан-Фернандо. Был учеником бельгийца Карлоса де Хаеса. По приглашению друзей Энрике Фернандеса Арбеса и Исака Альбениса, исследуя Советы Хаеса, Рейгус посетил Брюссель в следующем году. Учился в Королевской Академии Изящных Искусств и 10 лет прожил в столице Бельгии. Его покровителем был Эдмон Пикар, который познакомил его с процветающим миром искусства в Брюсселе. В период с 1881 по 1893 год путешествовал между Бельгией, Нидерландами и Испанией. Отправился в Марокко и Испанию вместе с Теован Крисельбергом и Францем Шарлей. В 1880-х совершил несколько поездок в Париж в сопровождении своего друга художника Адольфа Геарда. В это время на него значительно повлияли художники-импрессионисты и нео-импрессионисты. В 1883-м сопровождал несколько художников в турне по Испании, обосновавшись в стране на следующий год. Женился в Испании в 1895 году, но продолжал совершать многочисленные поездки за пределы страны. На ранней стадии творчества живописи Рейгаса эволюционировало от натурализма к предсимволизму. Примером может служить его серия «Черная Испания». Его рисунок характеризовался как несколько первичный, почти наивный, в отличие от его яркого интернационального вкуса, которому в то время в Испании не было равных. Рейгас умер от рака в Барселоне в 1913 году. Вот так вкратце из переводной википедии о испанском художнике Дарио де Рейгас Ивальде. Пока-пока. До свидания. Смотрим работы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова